Бразилия впервые встала на сторону Соединённых Штатов и выступила против резолюции, которая призывает Вашингтон прекратить торговый эмбарго в отношении Кубы. Голосование за документ в Генеральной Ассамблее ООН проводят уже 28-й год подряд. В этот раз голосов «за» было 187 из 193. Против, по традиции, проголосовали Израиль и США. И к ним неожиданно присоединилась Бразилия. Воздержались Колумбия и Украина. Молдова вообще не голосовала. Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт сказала, что решать, с кем вести торговлю – неотъемлемое право любого государства. «Как и другие нации, мы сами выбираем, с какими странами вести торговлю. Это наше суверенное право. Очень тревожно, что международное сообщество, прикрывая защитой суверенитета, продолжает ставить под сомнение это право. Ещё более тревожит то, что этот орган заявляет, будто у кубинских властей нет другого выбора, кроме как нарушать права своих собственных граждан в ответ на это эмбарго». Министр иностранных дел Кубы заявил, что США сами нарушают права человека. «Правительство США не имеет никакого морального права критиковать Кубу или какое-либо другое государство, если речь идёт о правах человека. Мы отвергаем манипулирование правами человека ради политических целей и отвергаем двойные стандарты». Между тем, Келли Крафт отметила, что США не несут ответственности за нарушение прав человека со стороны кубинских властей. «Члены ассамблеи, наша главная ответственность как лидеров – защищать тех, у кого нет голоса, в частности, граждан Кубы. Позор нам всем, если мы отказываемся выступать в их защиту. Спасибо». Экономические санкции против Кубы США ввели в 1960 году. Они стали ответом на экспроприацию собственности американских граждан и корпораций на острове. 30 лет лишения свободы за преступления против человечности и военные преступления. Такой приговор вынес бывшему лидеру конголезских повстанцев Боско Нтаганда Международный уголовный суд. В июле этого года он признал Нтаганду виновным по 18 пунктам. Это причастность к убийствам мирных жителей, вербовка малолетних на военную службу, изнасилование, в том числе детей и принуждение к сексуальному рабству. Все эти преступления Нтаганда совершил в 2002-2003 годах на востоке Дайр-Конга в провинции Итуре. За свои действия бывший боевик получил кличку «Терминатор». Судья Роберт Фрэмер, зачитывая приговор, сказал, что для преступника нет никаких смягчающих обстоятельств. «Таким образом, общее наказание, вынесенное вам, составляет 30 лет лишения свободы. Можете садиться». Нтаганда даже самолично застрелил католического священника, показывая пример солдатам. Представители некоторых жертв просили для Нтаганды пожизненного заключения. Мус объявил в розыск экс-лидера конголезских повстанцев в 2006 году. Уже тогда его подозревали в военных преступлениях. В 2013-м Таганда добровольно сдался, придя в посольство США в Руанде. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что конголезца также необходимо судить за преступления, совершённые им и в других провинциях Дайр-Конга. Родственники жертв ужасающей атаки на золотодобытчиков в Буркина-Фасо ждут информации. Многие в отчаянии. Людям пока не позволяют опознать тела. «Мы хотим забрать тела наших родителей, чтобы достойно их похоронить. Больше ни о чём не просим». Нападение произошло на востоке страны в среду. Неизвестные атаковали колонну из пяти автобусов с военным эскортом, которая ехала на шахту. В автобусах были рабочие канадского золотодобывающего предприятия «Симафо». По ним открыли стрельбу. В результате не менее 38 человек погибли, более 60 получили ранения, ещё десятки пропали без вести. «Он был управляющим на шахте. Нам сообщили, что он погиб в автобусе. Но мы не видели его тело и нет никакой официальной информации. О том, что он остался в автобусе, нам рассказали его коллеги. Мы думаем, что он погиб, но хотим подтверждения. Потому что мы всё-таки в Африке. Здесь, если нет тела, то о смерти не говорят». «Я не видела мужа два дня. Сегодня приехала сюда забрать его тело. Мне не важно, что говорят министры. Это не воскресит лёртвых». Нападение произошло на границе провинции Гурма и Топоа. Раненых доставили в несколько больниц. Власти обещают оплатить лечение. Некоторые пострадавшие в критическом состоянии. «Брат рассказал мне, что пуля попала ему в ногу, и он упал на пол. Потом на него стали падать другие люди. Выстрелы продолжались. Тем, что он оказался под телами, Господь защитил его. Он получил две пули – в ногу и в стопу». Кто устроил засаду, пока неизвестно. На отдалённом севере и востоке Буркина-Фасо действуют исламистские террористические группировки. Президент страны в своём обращении к нации после атаки обвинил джихадистов и приказал силам безопасности нанимать добровольцев для защиты Родины. Темпы роста экономики еврозоны, скорее всего, будут медленнее, чем ожидалось. В качестве причин еврокомиссар по экономике Пьер Московиси назвал торговые и геополитические конфликты, а также Брексит. «Не могу не согласиться, что в будущем многие риски снижения будут оказывать влияние на состояние экономики, рост неопределённости, торговая и геополитическая напряжённость, а также более серьёзное, чем ожидалось замедление китайской экономики. Это всё внешние риски. Что касается внутренних, то мы не можем полностью исключить риск неконтролируемого Брексита». Согласно июльским прогнозам, темпы роста экономики еврозоны должны были в этом году составить 1,2%, а в 2020 и 2021 году – 1,4%. «Вслед за ростом в 1,1% в прошлом году мы ожидаем замедления в еврозоне до 1,1% в этом году и примерно таких же темпов в 2020 и 2021 годах». Ранее свой прогноз представил и Международный валютный фонд. Он более оптимистичный. МВФ ожидает, что в этом году темпы роста составят 1,2%. Большие надежды он возлагает на экономику Германии. Комментируя бюджет Италии, Московиси отметил, что Еврокомиссия ведёт с правительством страны обмен информацией, что с 2020 года никаких дисциплинарных мер в отношении Рима пока вводить не планируют. Исследовать пруд, слушая его. Такой необычный способ изучения водоёмов использует учёный из Бристольского университета Джек Гринхелх. Он опускает свой подводный микрофон в пруд и записывает звуки, которые издают насекомые и рыбы. Учёный говорит, что изучение прудов, озёр и рек с помощью биоакустики, наносит меньше вред видам по сравнению с традиционными методами. «Часто, когда люди исследуют пресноводные экосистемы, они используют сети, ловушки и подобные приспособления, которые в конечном итоге нарушают среду обитания организмов, а иногда и убивают их самих». Звуки очень важны для многих организмов. С их помощью те привлекают партнёров или обнаруживают добычу. Учёный говорит, что порой звучание пруда можно сравнить с шумным лесом. Изучение водоёмов крайне важно для их сохранения. За последние 300 лет в мире исчезло почти 90 процентов водноболотных угодий. В результате возникают экологические проблемы. Чаще случаются наводнения, а также исчезают некоторые виды животных. Гринхелх напряжённо анализирует часы подводных аудиозаписей. Он пытается распознать звуки, издаваемые разными обитателями пруда. В будущем он планирует создать своеобразную аудиотеку из этих звуков, подобно той, что уже была сделана для лесных птиц и летучих мышей. «Если есть достаточно записей звуков, издаваемых определённым видом, то можно составить представление о типе звука, который он издаёт, и описать его, а затем использовать его для идентификации видов по записям, сделанным в дикой природе». Джек говорит, что если процесс распознавания звуков автоматизировать, можно будет обследовать целые экосистемы, используя только биоакустику. Эти молодые люди пришли на урок самообороны, чтобы научиться себя защищать. Но они готовятся к встрече не с бандитами или хулиганами, а с гонконгскими полицейскими. В регионе не утихают протесты, а местную полицию повсеместно обвиняют в чрезмерном применении силы. «Когда люди протестуют мирно или просто собираются и не делают ничего противозаконного, их атакуют и арестовывают. Теперь неважно, на передовой вы или нет. Всем молодым протестующим нужно этому научиться, чтобы себя защищать. А то их чего доброго забьют до смерти или покалечат». В урок включены движения из боевых искусств. Участников также учат, как отражать удары и убегать от группы полицейских с дубинками, как закрываться от ударов с помощью рюкзаков и защищаться от нападения с ножом. Занятия проходят в Китайском университете Гонконга не менее раза в неделю. «Да, научиться важно. Похоже, протесты закончатся не скоро. Не знаю, сколько они ещё продлятся. Может быть, несколько месяцев или лет. Чем раньше научимся, тем лучше будем поддерживать протестные движения». Участвуют в занятиях и девушки. «Думаю, полиция преследует и арестовывает женщин чаще, чем мужчин. Просто девушки медленнее бегают». Протесты в Гонконге продолжаются уже пятый месяц. Это крупнейший для региона политический кризис за много десятилетий. Люди массово выходят на улицы, поскольку недовольны растущим влиянием китайской компартии. Гонконг раньше был британской колонией, а теперь он управляется КНР по принципу «одна страна – две системы». Вот такой самодельный паровоз бегает по узкоколейке в посёлке Ульяновка недалеко от Санкт-Петербурга. Построил всё это рядом со своей дачей Павел Чилин. Так мужчина осуществил мечту детства. «Когда мне было лет 10-11, я первый раз увидел в Литве узкоколейный паровозик. И с тех пор мне очень захотелось, чтобы у меня тоже когда-то появился паровозик». Строительство началось 8 лет назад. Павел купил участок и стал прокладывать рельсы. Ширина узкоколейки – 30 сантиметров, длина дороги уже 330 метров. Позже к Павлу присоединился бывший железнодорожник Сергей Терехов. Паровоз они делали вместе. Правда, процесс затянулся. Но в этом году мужчины поднапряглись и закончили строительство. Испытания паровозика начались месяц назад. «Двойное чувство. С одной стороны, он поехал, а с другой стороны, так устали, что даже не смогли сразу порадоваться. Радуемся вот сейчас, когда совместно ездим, возим песок, катаемся, порадуемся, отлаживаем его, регулируем. Вот радость наступает вот именно сейчас». Железная дорога состоит из нескольких ответвлений. Есть 9 стрелок и даже 8-метровый мост. «В плане закончить паровоз, утеплить его, покрасить, сделать пассажирский вагон, а лучше 2. А в дальнейшем мы думаем и, может быть, о каких-то более серьёзных проектах, может быть, в каком-то парке проложить уже длинную железную дорогу. Возможно, это несколько километров будет, туристическую дорогу». Кроме паровоза у Павла есть вагончики, мотовоз и механическая дрезина. Забудьте о пластиковых ёлочных игрушках. На выставке в Лондоне в тренде «Экологичность». Вот, например, декорации из коровьих рогов. Их делает компания из Восточной Африки. Раньше фермеры из Уганды такие рога просто жгли. Теперь их решили перерабатывать. «Когда 30 лет назад я впервые приехала в Уганду, они жгли рога. Можно было почувствовать этот запах. Рога жгли вместе с шерстью и пахло не очень хорошо. Это вредило окружающей среде, а фермеры не могли получить дополнительный доход. Но теперь они получают хорошие деньги». Одна британская компания представляет стеклянные украшения, включая шары и оленей. Креативный директор фирмы отмечает, что люди теперь хотят чего-то традиционного, а также товаров, которые можно использовать долго. «Думаю, они хотят чего-то долговечного, а не того, что будет служить недолго. То есть, они возвращаются к тому, как было раньше, к вещам, которые делают вручную». Свои творения на выставке представляют более 900 независимых производителей. «На Рождество столько всего выбрасывают. Очень важно покупать то, что будешь использовать всегда. То, что будет нести с собой тёплые воспоминания». А эта британская фирма использует пластиковые бутылки, чтобы создавать уютные пледы. И для пошива каждого изделия требуются сотни бутылок. «Наша компания переработала более 86 миллионов пластиковых бутылок. Только в одном пледе их 300». Ещё один тренд – рост популярности бумажных открыток. Эта компания делает их объёмными. Узоры вырезают лазером, а собирают их вручную. «И не только открытки на праздники. Люди просто хотят получить что-нибудь по почте. Мы почти полностью утратили эту традицию из-за текстовых сообщений и социальных сетей». А как насчёт пищевой плёнки из пчелиного воска? Компания производитель утверждает, что в Великобритании ежегодно используют столько пластиковой плёнки, что ей можно было бы 30 раз обернуть землю.